Всем привет ребята, меня зовут Богатейший Ди и добро пожаловать в новое видео. Сегодня я расскажу тебе об одной биткоин метрике, которая расскажет нам все, что мы хотим знать о будущих движениях цены главной криптовалюты. После того, как ты посмотришь это видео, ты станешь читером, только не в компьютерной игре, а на криптовалютном рынке. Обещаю, эта информация взорвет твои мозги. И если это действительно будет так, не забудь отблагодарить меня лайком. Мне всегда очень приятно тебе всего лишь один раз нажать кнопку мыши. Биткоин за последние недели вырос почти на 50% и цена почти достигла второй цели по CPR. Первую мы проскочили практически не заметив. Обычно при достижении ценой биткоина целей по CPR мы наблюдаем либо их тестирование, как вот здесь, либо сразу же коррекцию, как вот здесь. Ближайшая поддержка для биткоина по CPR находится на отметке около 52 900 долларов и после нее следующая поддержка это 51 300 долларов. Закрытие месячных CPR вот здесь оказалось отличным сигналом. Напомню, если новые месячные линии CPR открываются выше предыдущих, это сигнал на покупку. Если же они открываются ниже предыдущих, это сигнал на продажу. Такие сигналы могут появляться каждый новый месяц, когда закрывается очередной месяц для цены биткоина. С долгосрочной точки зрения биткоин для меня остается самой привлекательной инвестицией из всех существующих, особенно учитывая темпы инфляции моей национальной валюты. И я уверен, что реальная инфляция еще больше, чем официальная, отталкиваясь от того, насколько вырос мой средний чек в супермаркете. А вырос он процентов на 40, не меньше. Посмотри на этот резкий рост денежного предложения в 2020 году. Это то, почему я покупал биткоин в 2018, 2019 и 2020. Также, если мы немного сравним темпы роста инфляции денежного предложения, то заметим, что после раздувания денежной массы инфляция начинает взрываться с некоторой задержкой. Как, например, вот здесь, пик роста денежной массы приходится на 72-й год. При этом инфляция начала взрываться в 74-м. Очевидно, если денежную массу раздували в 2020-м, то приблизительно в 2022-м году произойдет гиперинфляция множества фиатных валют. Также и этот график может намекать нам на продолжение той политики, которую выбрали центральные банки. Здесь мы видим то, насколько большие задолженности домохозяйств по отношению к ВВП США. Мы видим, что несмотря на то, что в последние годы он падает, этот показатель все еще находится на исторических пиках. Сейчас он находится на отметках около 80% от ВВП. Это огромная цифра. Ведь в 1929 году, когда была Великая Депрессия, этот показатель не дорастал и до 60%. Что же это значит? Это значит, что Кэти Вуд была права. И это большой дефляционный момент. А отсюда вытекает, что, скорее всего, ФРС США не имеет другого выбора, кроме как продолжать политику количественного смягчения, а также политику стимулирования экономики в следующие 10 лет. Это также значит, что у правительства любой страны так или иначе встанет вопрос полного запуска цифровой национальной валюты. И этот тренд уже давно очевиден. Это цифровизация всего и вся. Отсюда вывод. Биткоин является идеальным активом для того, чтобы владеть им в ближайшие 10 лет. Те, кто не будут этого делать, очень сильно об этом пожалеют. Ну а теперь я хочу показать тебе то, ради чего это видео вообще вышло на канале. А именно этот график. Здесь мы видим черный график. Это поведение цены биткоина с 2012 года. Оранжевым же графиком обозначено общее количество монет, которые держат краткосрочные инвесторы в биткоин. Это анчейн метрика, предоставленная глаз ноут, и она дает огромное понимание рынка биткоина. Когда ты в ней разберешься, ты будешь чувствовать себя каким-то нехорошим человеком, который использует читы в компьютерной игре. Начнем с того, что если ты хотя бы немного знаком с биткоином, то знаешь о его большой волатильности. На протяжении одного цикла он может колебаться на десятки тысяч долларов. Он может вырасти на 300%, а упасть на 80%, и все это на протяжении нескольких месяцев. Поэтому, если ты краткосрочный инвестор в биткоин, ты почти наверняка будешь пойман в ловушку жадности, когда ты купишь на верхушке, или в ловушку страха, когда продашь все где-нибудь на большом падении. Это случится с вероятностью в 95%, если ты краткосрочный инвестор. И это называется слабыми руками, или глупыми деньгами, много есть определений. Если ты краткосрочный инвестор, ты никогда не насладишься прибылями долгосрочного тренда. Что самое интересное на этом графике? Что абсолютно каждый огромный пик биткоина в 2013, 2014, 2017, 2021 сопровождался таким же массивным пиком количества краткосрочных инвесторов. Это значит, что на пиках цены биткоина после бычьих забегов огромное, рекордное количество краткосрочных инвесторов покупали и держали биткоин. Это не теория заговора, как тебе могло показаться, о том, как большие денежки манипулируют слабыми руками. Нет, это на самом деле то, как работает рынок, это его механика. Краткосрочные инвесторы крайне нестабильны, нетерпеливы и неустойчивы. Так, как их инвестиции не обоснованы фундаментальным изучением криптовалюты или любого другого актива, их эмоциями легко управлять. Они все делают, опираясь лишь на эмоции, жадность и страх. Это значит, что эти краткосрочные холдеры могут в панике распродавать свои биткоины, причем очень и очень быстро, провоцируя вот такие обвалы цены. Обычно после того, как им расскажут какие-то очень страшные новости. Как, например, было вот здесь. Смотри, у нас был пик цены биткоина, и одновременно с этим количество краткосрочных инвесторов тоже зашкаливало. Достаточно всего лишь несколько плохих новостей. Например, Тесла больше не принимает биткоин. Биткоин экологически не дружелюбен. Или Китай запрещает биткоин и вся эта слабая толпа. В панике сливает все свои монеты. Получаем крах цены биткоина. Но теперь, когда количество краткосрочных инвесторов находится практически на своих низах за последние 9 лет, вероятность повторения такого же массивного краха становится низкой. Заметь, после самых массивных крахов цены биткоина количество краткосрочных холдеров также находилось на дне. Например, перед вот этим большим ростом в 2020 году, который привел цену биткоина до 65 тысяч долларов, количество краткосрочных инвесторов находилось на самом своем историческом низе. Это самые низкие отметки за последние 9 лет. Вот почему и сейчас, несмотря на вот этот большой рост, который мы наблюдали в последней неделе, а также, несмотря на коррекцию биткоина с 57 до 54 тысяч долларов, анчейн-метрика все равно невероятно бычья. Потому что количество краткосрочных холдеров находится на историческом низе. Но что еще больше поражает, после роста с 40 до 55 тысяч долларов, этот индикатор все еще не растет. Это значит, что краткосрочные инвесторы просто еще не чувствуют синдрома упущенной выгоды, не чувствуют огромной жадности. Но как только это случится, посмотри сюда, количество краткосрочных холдеров начало расти. Это привело цену биткоина к параболическому росту. И рост цены ускорялся тем больше, чем больше краткосрочных инвесторов заходило на рынок. Когда мы видим, как рост этого индикатора, который обозначен оранжевой линией, становится чуть ли не вертикальным, значит пора продавать. Пик уже близко. Этот индикатор взорвет мозги любому, кто хочет зарабатывать на криптовалютном рынке. Все пытаются ориентироваться на то, что делают крупные деньги. Но здесь индикатор поведения толпы дает нам ответы на все интересующие нас вопросы. Кстати, насчет крупных денег. Они сейчас выходят из эфириума в биткоин, солану, кардана и биткоин кэш. Просто к слову сказано. И если речь зашла про умные деньги, давай проанализируем и их действия, и самое главное, реакцию цены биткоина на эти действия. Эта метрика называется Spent Output H-Benz. Для начала обозначим, что это такое вообще. Эта метрика используется для определения трендов, когда в транзакциях в сети преобладают старые или молодые монеты. Таким образом мы можем понять, фиксируют ли прибыли умные деньги. Я выбрал для отображения биткоины возрастом от 2 до 5 лет. Если ты держишь биткоин столько времени, ты уже можешь вполне наслаждаться большой прибылью. И если на первой метрике мы изучали поведение толпы, то здесь мы видим, как много умных денег фиксирует прибыли на этом булране. Если мы сравним эту метрику с графиком цены биткоина, то заметим, что пики этой метрики совпадают с пиками цены биткоина. Например, вот здесь пик цены биткоина, пик этой метрики. Пик цены биткоина, пик этой метрики. Так, в этом булране мы уже видели такие вспышки фиксации прибыли умными деньгами. Вот здесь на росте цены биткоина росло и количество желающих инвесторов, которые держат биткоин от 2 до 5 лет зафиксировать прибыль. Окончательному пику цены биткоина предшествовал самый массивный рост фиксации прибыли этими инвесторами. Сейчас мы видим, что умные деньги также фиксируют прибыли вот здесь, после вот этого роста цены биткоина. Однако в последнее время эта фиксация прибыли незначительна. Умные деньги не заинтересованы продавать вот здесь, так как они зафиксировали все свои прибыли вот здесь и вот здесь. Что касается технического анализа, очень быстро посмотрим. Здесь мы видим, что цена биткоина вышла за пределы этого трендлайна и даже уже один раз его протестировала на прочность. Когда в этих точках этот трендлайн выступал в качестве сопротивления, то уже здесь после этого ретеста он превратился в поддержку. Я думаю, что мы можем протестировать этот трендлайн еще раз, прежде чем выберем окончательное направление движения цены. Также интересная ситуация на недельном графике биткоина, который мы уже не раз с тобой рассматривали. Мы видим, что цена биткоина до сих пор не может превратить эту среднюю линию в поддержку. Свеча буквально отсутствует, это просто одна большая тень. Кстати говоря, тенью этой свечи мы все-таки выходили за пределы этого трендлайна, очень важного трендлайна. Закрытие этой недели может очень много решить. И если это закрытие будет выше, если эта средняя линия станет поддержкой, то мы можем рассчитывать на повторение того же сценария, который был в 2013 году вот здесь. Как мы видим, свеча закрылась выше этой средней линии, превратила ее в поддержки после этого буквально 4 недели, и мы находились на новом историческом пике. Поэтому очень важно и сейчас превратить эту линию в поддержку. Так что продолжаем внимательно следить за закрытием этой недели. А она закроется уже через 3 или 4 дня. На этом все, меня зовут Богатейший Ди. Если видео было для тебя интересным или полезным, не забудь поставить лайк. Для меня это всегда большая мотивация, а тебе всего лишь один раз нажать кнопку мыши. Также, если ты тут впервые, почему бы не подписаться на канал? Телеграм, ссылка на который в описании под видео. Поделиться видео с друзьями, прокомментировать и обязательно богатеть. До скорого! Субтитры сделал DimaTorzok